Задолженность населения Одинцовского района перед налоговыми органами в целом составляет 12 миллиардов 759 миллионов рублей. При этом наблюдается ее снижение. По сравнению с началом года задолженность у нас снизилась на 3 миллиарда 497 миллионов или на 21,5%. Задолженность по имущественным налогам физических лет составляет миллиард 775 миллионов. И по сравнению с началом года у нас также идет снижение на 2 миллиарда 253 миллиона. Заместитель начальника межрайонной ИФНС России номер 22 по Московской области Светлана Михайлова отметила, что инспекцией проводится плановая работа по взысканию имущественных налогов, в результате которой общее снижение задолженности по имущественным налогам физических лиц составило более 2 миллионов рублей. Накануне Нового года налоговая служба организует работу выездных мобильных офисов. Накануне Нового года налоговой инспекцией были организованы мобильные выезды в торговые центры, где была дана возможность налогоплательщикам подойти, узнать о своей задолженности, получить квитанцию, получить какие-то разъяснения по вопросам налогообложения. У нас было две таких акции, это в ОПАРКе и в торговом центре «Глобус». На днях сотрудники Межрайонной ФНС России номер 22 по Московской области встречали посетителей крупнейшего торгового центра в городе Одинцово с лозунгом акции «В Новый год без налоговых долгов». Инспекторы информировали налогоплательщиков о функциональных возможностях единого портала государственных и муниципальных услуг, где можно не только проверить, но и оплатить налоговую задолженность. Это же можно сделать и на сервисе ФНС России в разделе «Личный кабинет налогоплательщика». Исполняющая обязанности начальника отдела обеспечения процедур банкротства Марина Наживова познакомила с разными видами ответственности при банкротстве юридических лиц. Она сделала особый акцент на дополнительной, так называемой, субсидиарной ответственности руководителей при банкротстве организации. Сумма, по которой было удовлетворено 7 последних заявлений, составляет 173 миллиона рублей. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».